Смотрите, нам сейчас открывается панорама всего Олимпийского парка. Прямо перед нами расположен дворец зимних спортов «Айсберг», на котором во время Олимпийских игр проводились соревнования по футбольному катанию и шоктрейн. Уместимость дворца 12 тысяч человек. Здесь нам открывается панорама на море, которое достаточно несвойственно для арены, которая функционирует для ледовых видов спорта. Поэтому совмещение моря, гор, льда достаточно несвойственно для других регионов, но в Сочи такое произошло. В декабре месяце здесь проводился Кубок Первого канала 2013 года, который впервые был перенесен из Москвы в другой город. Он проводился в Сочи специально для того, чтобы протестировать арену, соответствует ли она всем международным стандартам. Когда были все проведены тестовые соревнования, были усовершенствованы те нюансы, которые были выявлены, началась уже подготовка к Олимпийскому мифу. В 2014 году здесь проводились соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин. И также финал женского хоккея с шайбой также проходил на ледовой арене во дворце. 2015 года уже и по настоящее время на территории дворца проводится большое количество различных концертных мероприятий, форумов, фестивалей. Но главная особенность, Алина, это прежде всего спортивные мероприятия и, в частности, это хоккей, домашние игры хоккейного пола Сочи. Готовы? Да. Окейский переверсик. Вот, заворачиваемся, ребята. Вау! Вау! Сейчас мы с вами находимся на четвертом этаже. Отсюда открывается самый панорамный вид на все места арены. Подместимость дворца спорта большой – это 12 тысяч человек. Четыре яруса. На первом ярусе у нас расположено 18 секторов. С каждого открывается отличный вид на арену, на игроков. Во время игры абсолютно с любого места можно наслаждаться всем процессом. У нас во дворце нет таких мест, с которых открывался бы плохой вид на арену. В данный момент сейчас наши специалисты, они работают с бортом, возле борта со льдом, чтобы ледозаливочная машина могла срезать возле борта как можно больше льда. Ну, насколько она может это сделать. Ну, сделать лед ровный возле борта. Потом сейчас вот машины выйдут, сделают сухую зачистку и сделают заливку льда. Освежать верхний слой. Примерно срезает машина около полмиллиметра льда, в зависимости от того, как можно заглубить нож. То есть, это, например, до полутора миллиметров может срезать машина. Одна машина за цикл заливки, чтобы залить 1800 квадратных метров, тратить 800 литров воды. Приблизительно одна машина собирает, полностью может бункер собрать, ну, тоже в зависимости от того, какая потребность, так и подрезается лед. И это примерно занимает около 10 минут. Дальди. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин